Понимание православия как у его противников, так и у его адептов, к сожалению, в настоящее время очень сильно искажено. И по этой причине отступление священно-начале московской патриархии от апостольских канонов воспринимается как нечто, по крайней мере, не противоречащее православию. Хотя там ересей больше, чем когда-либо. Именно там, в верхах московской патриархии, концентрируются еретики, которые должны быть из церкви изгнаны, с позором. Это должно быть закреплено затем в церковной истории, именно как позор. Но у нас в советский период ущерб этот был, утвердилось, как Владимир Васильевич Квачков назвал, сопливое православие. На самом деле это и вовсе даже не православие, это имитация православия из воинствующей церкви. Вместо воинствующей церкви получилось сообщество людей, которым беспрерывно надо утешение. Не они утешают, а их все время утешают. Им важно недеяние, непротивление злу, и поэтому совершенно неправильно трактуется норма христианского мировоззрения «возлюби врагов своих и прощай врагов своих». Об этом Владимир Васильевич Квачков очень емко сказал в своем интервью Андрею Караулову, которое полностью мы, естественно, давать не станем. Вот фрагмент. Дело в том, что у нас сейчас в России утвердилась совершенно ложная, скажу такое слово ученая, концепция или парадигма, если угодно, или понимание, в общем смысле православия, как будто что-то сопливо-слюнявое и, упаси Господи, муху или комара убить. Если говорить сейчас о праве на одного человека или вообще праве на убийство, то в этом смысле очень хорошо сказал великий Иоанн Златоуст. «Война лучше мира, удаляющего нас от Бога». Получается, если отбросить право на уничтожение врага, веры или отечества, а у православного человека три вида врагов, по мнению, вдающегося нашего все-таки святителя, это Филарета Московского, у православного три вида врагов, личные враги. Вот если Дима, да, Дмитрий тебя зовут, ударит вас палкой, вы скажете, Дима, как тебе не стыдно, ударь меня еще раз. Это я утрирую, конечно, но это совершенно... Я так не скажу, но не важно. Я тоже так не скажу, потому что вы такие мы. Но это, в принципе, требование христианства по отношению к врагу ближнему твоему. После удара по левой щеке поставь ему правую щеку. Есть враги отечества. Уничтожай врагов отечества и сокрушай врагов отечества. Что и делали праведные воины Александр Невский. Он с такой любовью выходил, да, на ледовое побоище, и утопил, перебил эти псов-рыцари в Псковском озере. С такой любовью христианской. Или с какой любовью вышел на Куликово поле Дмитрий Донской по богословению игумена, можно сказать, земли русской. Любой православный русский человек обязан уничтожить врага, пришедшего на его землю. Россия находится в оккупации, в духовной, экономической и политической. Согласился. Поэтому, если ты в оккупации, а какие, значит, по-вашему, советские партизаны не имели права выходить и уничтожать полицаев и их пособников? Это же наши люди. Ну, сотрудничали они с немцами, пошли на услужения гитлеровцам. Как же их можно убивать? Они же свои, мы же вместе в колхозе, там, вместе пахали, или что там, лисеяли, или же на заводе работали. Посылка ложная своей мировоззренческой основе. Действительно, православие как будто бы становится таким учреждением религиозных услуг. Вот кому что надо, приходите, мы вам окажем психологическую помощь. Мы вам скажем, что надо молиться, поститься, каяться и так далее. А где воинствующая часть православной веры? Ее как будто нет, как будто нет православного воинства, никогда не было. Как будто не стирали мы с лица земли полчища иноземцев, которые находили на нашу землю. Как будто вот мы так вот прощали врагов своих. Совершенно правильно Владимир Васильевич сказал, что когда мы прощаем врагов своих, это касается нашей общины, наших родственников, наших близких людей. Внутри общины, да, если тебя ударили по одной щеке, то ты вместо того, чтобы лезть в драку, ты даешь фору в добродушии и говоришь, ну что ты меня и по другой щеке готов ударить, брат мой. Вот подрались там, избили друг друга, да, какая радость, когда это твой, действительно, твой ближний, не дальний какой-то, которого ты никогда не видел, и поэтому любить его толком и не можешь, а ближний, которого ты обязан любить. Вот он ударил тебя по щеке. Это действительно проявление высшей силы духа, не полезь с ним в драку, а сказать, брат мой, ты в своем уме, ты часом духовно не заболел, может быть, меня по второй щеке еще ударишь. Вот это касается только врагов своих, своих. И своих в том смысле, что это люди свои, свои на самом деле, ну просто затмение сознания какого-то, и их ты должен сохранить как своих. Поэтому вот привел пример мировоззрения митрополита Филарета, святителя Владимира Васильевича Квачков. Мы еще когда готовили и опубликовали в 1993 году манифест возрождения России, поставили туда в качестве эпиграфа слова митрополита Филарета. Прочайте врагов своих, сокрушайте врагов Отечества, что значит сокрушайте? Уничтожайте, стирайтесь с лица земли и гнушайтесь врагами Божьими. То есть не общайтесь с этими людьми, не надо с ними вести никаких разговоров. Если человек заявился себя сознательно, противопоставляет себя и все поколения своих христианских предков, надо гнушаться этими людьми. Так же, как христианин обязан гнушаться иудеями, потому что иудаизм противоположен по своему мировоззрению в христианство, противоположен. Поэтому любое заявление, если Папа Римский заявляет, что это наши старшие братья, ну, это его личное, собственное дело, его личная ересь. Нам ничего подобного делать не надо. Если Московская Патриархия в эту сторону уже подвинулась, то это лишь еще одно подтверждение тому, что это ересь. Митрополит Филарет известен своей стихотворной перепиской с Пушкиным. И это показатель, что поэт в минуту слабости пишет вот такие стихи. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал?» Ну, кто кроме Бога? «Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал, цепи нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучной жизни шум». Это период такого духовного нестроения. И Пушкин и митрополит Филарет, к сожалению, не были знакомы, и, может быть, это знакомство обогатило бы и того, и другого. И митрополит Филарет ответил такой страфой, которую он не специально Пушкину послал, а где-то потом Пушкин увидел это стихотворение. Митрополит Филарет так написал. «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана, не без воли Бога тайной и на казнь осуждена. Сам я своенравной властью зло из темных сил возвал я сам. Душу сам наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь мрачных дум и садись, ждется с тобою сердце чисто, правый ум». И позднее, прочитав, обдумав это стихотворение, Александр Пушкин написал ответ такой. В часы забав иль праздной скуки бывало лири я моей вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных, и раном совести моей твоих речей благоуханных отраден чистый был елей. «И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа полима, отвергла мрак земных сует, и внемлет арфи Серафима в священном ужасе поэт». Последняя строфа была переделана по требованию цензуры, чтобы не было здесь личного обращения. Она звучала так. «Твоим огнем душа согрета, отвергла мрак земных сует, и внемлет арфи Филарета в священном ужасе поэт». Вот что такое настоящее православие. Оно погружено в смысл существования человека. А этот смысл касается и дел мира и войны. Не только мира, не только углубления в смысл бытия, но и война против зла осуществляется в том числе и силой. Рассудок, ум принимает это, что требуется сила, чтобы остановить зло. Не слюнявое православие. Православие не слюняво. Слюнявые люди, слабые люди. И проповедь вот этого бесконечного смирения, специального, я так получил в подарок цитатник оптинских старцев, только о смирении. То есть специально подобрано то, что касается расслабления человека, который буйствует, вот как буйствует талант поэта, который должен смиряться. А у нас обратная сторона. У нас не просто смирение, у нас полный упадок духовных сил в народе. Поэтому священство, православие должно свою сущность, другую, воинствующую сущность проявлять. И коль скоро этого нет, мы говорим о содействии, может быть, большей даже части священства, конечно, есть исключение, оккупационному режиму, который тоже стремится нас разоружить. В духовном смысле разоружить и в физическом смысле, чтобы мы никакого сопротивления не оказывали. Убийство предателя, иноземного захватчика, богоугодно, коль скоро ты с Богом. Не просто произвольно действуешь. Есть принцип «не убей», он касается своей общины. Еще раз подчеркну. И он касается того, что если это деяние корыстное или страстное, то есть возбудилась натура и взял да убил, то тогда это деяние богоугодное. Ты защищаешь и сохраняешь. Ты защитник Отечества, своей семьи, своей личности, своего достоинства, образа Божьего в своем лице. Ты защитник, ты защищаешься и убиваешь не потому, что хочешь убить, а потому, что иначе ты не смог остановить. Принцип «не убей» перекрывается принципом «спаси и сохрани». Спаси и сохрани. Если ты ради того, чтобы спасти и сохранить, противостоишь злу, то вплоть до убийства, это убийство вообще человека, оно, конечно, греховно, но этот грех допустим, чтобы ты стоишь на пути еще большего греха, разнуждания самых злобных сил. Ты должен этому противостоять. Поэтому никакой слезливости. Православие воинствующее. И любой православный, по-настоящему православный, должен не принимать зло и воинственно его отрицать, как мы должны отрицать гундяевщину. Отвратительное перерождение христианства, осквернение православия. Мы, русские православные люди, этих пузатых митрополитов, этих говорунов-болтунов, которые стоят на стороне оккупационного режима, не принимаем как духовных лидеров. А у нас никакого папизма нет в православии. Это там католики могут принимать папу, чтобы он не сказал, у них там догмат непогрешимости папы. А у нас нет этого догмата. Мы, русские люди, являемся церковным народом, неотъемлемой частью церкви. Если папы стали еретиками, то гнать их в шею, сначала из своей души. Мы не принимаем от них и их таинств, потому что от еретика принимать таинства это самому становиться еретиком. Но церкви наши, вера наша, это вера наших предков. Мы должны стоять здесь. Они пусть убираются вон, а мы никуда уходить не должны. Слава Руси! Господи спаси!